Червяк, маленький-маленький, даже не червяк, а точечка такая, ползет по столбу, начал путь с самой нижней точки. Каждый день поднимается вверх на 5 сантиметров, а за ночь почему-то сползает вниз на 4 сантиметра. Когда он впервые достигнет верхушки столба, если высота столба 75 сантиметров? Можно нарисовать, а можно и устно решить. А он же получается за каждый день реально поползает на 10 сантиметров. Да. То есть он поднялся на 5, спустился на 4. По каждому день и ночь. Ну да, за сутки. За 24 часа. Да. В последний день он с 70 поднимется на 75. И вечером достигнет. Ну не в последний, не надо так трагично, а наоборот, в день своего триумфа, да, когда он доползет до вершины. В день победы. Да, в день победы. Значит он доползет до 75 и начал он с 70. В 71 день он вечером доползет до конца. То есть он действительно сначала должен был 70 раз подняться на 1 сантиметр. А и получается в 71 день? Да. Вот Елена Борисовна обычно терпеть не может такие задачи. А, про гусенечку-то. Почему? Пошпилим в гул. Да. Почему она не любит такие задачи? Это на самом деле так же, как задача про бактерии. Потому что с клююту. С которой мы сегодня начали. Так и с клююту. Вы можете себе представить жучка, который 71 день будет ползти вверх. И который при этом упорно каждый раз ровно на 5 метров. С сантиметров. С сантиметров, извините. И при этом будет обязательно спускаться ровно на 4. Нет, если бы ему для какого-нибудь дела это нужно было бы, он и не такое бы сделал. Но, так это очень странная идея. Почему ему это надо делать? Может сверху что-то лежит? Нет, если сверху лежит, то наверное он бы сообразил и не стал бы спускаться на 4. Понимаете, это и есть такой стиль составления задач, когда берут якобы из реальной жизни, но конструкция, я не верю, что такой жучок способен жить. Да. По этому поводу хочется вспомнить задачу из 1001 про землекопы, которые копали. А трех землекопов, первый, второй, сделали бы в два раза. У рабочих были лопаты. Они за один час могут прокопать яму глубиной метр. За сколько времени они могут прокопать яму там... Ну... Глубиной 100 метров? 100 метров, да. Ну, понятно, да? Почему, если 1 метр это день, то 100 метров это вовсе не 100 дней? Да. Почему? Обвалиться просто. То есть копать яму в один метр легко и удобно. Копаешь, копаешь себе. Уже на 2 метра уйти... Это чуть потяжелее. Уже потяжелее. На 3 метра нужна очень высокая квалификация, чтобы там не справиться. Но на 4 метра это называется уже в могилу залез. Тебя просто закроют случайным обвалом и все. А если вот такое закроют, а если вот такое? Нет, придется, как метрострой, строить там специальные доски какие-то класть. А еще, если на 100 метров, то и не доски, уже потребуются какие-то там бетонные и так далее, и так далее, и так далее. Но в любом случае одной лопатой на 100 метров никогда не прокопаешь. Никогда, никогда.